МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но вот главная комната, гостиная, она должна быть достаточно просторная. Валерия уже два года находится в поисках загородного дома. Певица говорит, она устала от столичной суеты и пробок. Ей хочется жить в просторном коттедже с видом на лес, поливать огород, выращивать цветы, гулять на свежем воздухе. Дом должен быть деревянный, деревянная конструкция и с такими окнами в пол, такие французские окна. Что практически жить на улице. Ощущение было, что живешь на улице. В поисках дома мечты Валерия с мужем объехали практически все Подмосковье. За три последних года они пересмотрели более трехсот коттеджей, но так ничего и не купили. Подходящие особняки оказались им не по карману, а более бюджетные варианты вызвали у звездной пары возмущение. Вчера смотрели, на картинке такой красивый, приезжаем ужас ужасный просто. Валерия даже решила купить участок и построить особняк с нуля. Правда, потом передумала, посмотрев на коллег, которые много лет тратят все деньги на ремонт. Самим построить это долго, у нас нет столько времени. Потому что я просто знаю, как и наши друзья, те, кто строили. Это нужно просто жить на стройке несколько лет. Я сейчас на себя много не трачу, если честно, потому что у меня идет большой ремонт, и поэтому сейчас все туда. Я свой строил здесь, только еще строим. Еще не достроили. Певица говорит, у нее обычные требования к будущему дому. Обязательно должен быть сад и зона барбекю для вечерних посидела. Было бы хорошо, если бы был бассейн, но это не моя идея. Ее хочется... Ну, здесь, можно сказать, мне интереснее иметь бассейн для мамы. Потому что я понимаю, что у людей в возрасте, конечно, полезно очень, плавно. К интерьеру у Валерии тоже нет особых запросов. Главное, чтобы не было сусального золота и вычурных декоративных элементов. Классика для меня совершенно неприятная. Нет, абсолютно. Ну, вот этот тяжелый интерьер, или наоборот, слишком богат, украшенный интернаментом и так далее. Вот, смотри, какая классика. Современная классика, да, даже и вот арт-деко. Да, что-нибудь такое вообще спокойное, такое, какими-то интересными элементами. Певица говорит, в доме должно быть комфортно всем членам семьи. Она у звездной пары огромная. Родители Валерии и Иосифа. Шесть детей на двоих. А также две невестки, один зять и пока единственная внучка Селин. Знаете, все вместе уже собираться, мы посчитали, у нас ближайший круг 19 человек. То есть это, я не хочу покупать квартиру на земле. Из-за загруженного графика Валерия не часто видится с Селин, как бы ей хотелось. Она очень любит книжки. Она может часами сидеть над книжками. Мне кажется, она уже весь язык уже хорошо знает, прям реально, она понимает все. И вот она все это трогает, все это ей так интересно. Недавно певица даже объявила, этой весной она покидает шоу-бизнес. Работа отнимает слишком много времени и сил, а ей уже хочется покоя. В апреле ей исполнится 54 года. Валерия считает, со сцены надо уходить красиво и вовремя. Я как-то не очень понимаю, не очень встраиваюсь в эту тиктокскую реальность. Я думаю, что это будет какой-то отпуск просто, и потом она снова вернется. Она еще молодая, красивая, шикарная женщина, у нее еще все впереди. Иосиф Пригожин с супругой не согласен. Продюсер говорит, Валерия находится в хорошей форме. Она популярна и востребована. Ее гонорар за один концерт составляет от двух до трех с половиной миллионов рублей. Поэтому ей незачем добровольно лишать себя высоких и стабильных заработков. Валерия с четырех лет этому учится, и это этой профессии посвятило всю свою жизнь. Пригожин всячески пытался переубедить супругу. Начались бурные споры. Впрочем, в семье ссоры не редкость. Мне кажется, для нас понятно, что мы можем ругаться. Ну, если он повышает, а что мне это не повышать? А тебя что, был в своей сторонке, что ли? Где? Я говорю, да не знаю где. Недавно звезда записала совместный альбом с Максимом Фадеевым. Судя по всему, Иосиф Пригожин победил, и Валерия передумала покидать эстраду. Однако не исключено, что как только загородный дом будет найден, артистке снова захочется бросить концерты и гастроли ради подмосковной тишины.